Здарова! Жила-была некрасивая модель. Снималась она в основном в рекламе. Рекламировала марлевые повязки от гриппа, противогазы, очки для плавания и горнолыжного спорта. Её некрасота была нарасхват. И вот нашей модели предложили рекламировать шлемы для гонщиков. По сценарию ей полагалось сыграть удивление. Играть не пришлось. Гонщик, сидевший рядом, удивил свою модель настолько, что она получила свой гонорар, не прилагая никаких усилий. Вы ждёте девушку в постели и она выходит к вам в сексуальном нижнем белье. Нормально. А если к вам выйдет девушка обнажённая, но в шлеме гонщика? Но в этой истории с нашей моделью по-другому никак. Ведь в некоторых случаях ничто так не возбуждает, как слегка прикрытая голова. Что делать, если хочешь похудеть? Не ешь на ночь. Или ешь на ночь и крути обруч. Да с таким обручем можно всю ночь жрать и оставаться стройным. Видно, что действие происходит не в России. Но парень 100% наш. Суровый челябинский мужик с суровым челябинским хула-хупом. Посмотрел бы я на него, если бы он шину от нашего белаза прокрутил. Но куда его родственники смотрели? Дорогая, что-то в области живота болит, не знаю от чего. Не ешь больше зелёные яблоки. Хорошо, пойду покручу обруч. Главное здоровью не вредить. Интересно, а что будет дальше? Оголённый провод вместо скакалки? Теннис с гранатой и бег в бутово с чужим телефоном? По-моему последнее самое жёсткое. Но все эти экстремальные виды спорта, как мы знаем, ни к чему хорошему не приводили. Я представляю, как этого чувака на дороге гаишник тормозит. Так, документы в норме, огнетушитель есть, аптечка тоже присутствует. Стоп. А где запаска? Ну, а вы следите за своими машинами. Может этот парень возле вашей ласточки ошивается. И шины ваши уже кое-где вертел. Часто так бывает, что в семье два брата акробата. А если в такой семье подрастает ещё сестра, то естественно, что она тянется за братьями. Так, второй повтор. Опа. Интереснее. К нам лучше я запишу, бля. А потому что тренироваться надо. Мало бы сестрой выдающихся братьев. И если бы такая выступила на соревнованиях, то получила бы главный приз. Но в спорте не дают награду за голый зад. А причём здесь спорт? И всё-таки не пятая точка мешает сестре акробатке. А земное тяготение. Она стащила тапки брата акробата, надеясь, что они ей помогут, а теперь возвращает. Неудача. А вообще, пить меньше надо. И трусы носить. Без трусов это уже не спорт, а нечто совсем другое. Я давно задаюсь вопросом, по какому принципу репортеры проводят опросы на улице. Иногда попадаются такие кадры, что просто жесть. Вспомню женщину Кандибобер или мистера 5 отдел ФСБ террориста джихад. Где они их находят? Вот бы заранее подгадать, где будет проводиться очередной опрос. Пройти мимо, дождаться пока к тебе обратятся и сморозить какую-нибудь хрень. Хотя я уверен, что так как у этого мужика, всё равно ни у кого не получится. Новый центр «Наша белорусская очень качественная» был всегда продукт. Он относится и к рынкам, и к международному торговому центру. Он всегда был естественный и очень могучий. Ладно, допустим, что чувак заговорился и попутал рот и число и сказал. Наша белорусская очень качественная был всегда продукт. Да что такое международный торговый центр? И как к нему относятся белорусские продукты? Или имеются в виду башни близнецы Всемирного торгового центра? На заграничных рынках, потому что они не имеют общего квалифицированного свойства, потому что так как у них нету много сертифицированных качества многоразовых денежных средств. Я вообще ничего не понял. Он походу все сложные слова с перепугу вспомнил. У них нету много сертифицированных качества многоразовых денежных средств. У них нету много сертифицированных качества многоразовых денежных средств. Подозреваю, что мужик не хотел давать никаких комментариев, но его коуч из тренингов личностного роста обязал его, как герой Джима Керри в известной комедии, всегда говорить «да». Поэтому он не мог отказать репортерам в просьбе прокомментировать вопрос, к которому он нихрена на самом деле не смыслит. Судя по выражению его лица в самом конце видео, он прекрасно знал, что гонит и даже обрадовался, когда закончил. Я про себя подумал. Надо найти другие курсы. Всегда говори «нет». Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока! Зато Роман Широков был бы не таким злым. Хотя бы на вид. Я тебя, б***ь, ушатаю так, что забышь, как тебя за руку, б***ь. Шаг, б***ь, б***ь. Неб***о закрылся? За тебя, что ли, играет? Ты кто, б***ь? Я для тебя вообще не играю. Мне, б***ь, может, дома сидеть, б***ь. Понял? Чёрт галим, б***ь. П***ь, она еб***ь.